блогеры билборды блогеры уже давно стали голосом поколения они имеют вокруг себя многомиллионную аудиторию а их рекомендациям доверяет куда больше чем людям с телевизора кто вообще сейчас смотрит телек потому что за рекламным текстом стоит человек чему мнению действительно доверяют и прислушиваются почему так происходит ну скорее всего потому что люди когда проводят часы месяц или даже годы с человеком которого даже не знали но у которого такие же интересы как у них самих начинают вольно-невольно доверять и подсознательно считать его своим другом или как минимум знакомым и блогеры а в особенности стримеры пользуются этим запихивая рекламу свои ролики либо стримы но кто-то вставляет рекламные интеграции к месту или когда ему действительно нужны деньги как например стас или юджин а есть особы которые зажрались настолько что пихает по 4-6 реклам зарабатывая при этом на ютубе и пишут поддержи меня а что такое те 6 спонсоров и доход с ютуба недостаточно поддерживают тот же всеми любимый вилсаком делает только рекламное видео но при этом его смотрят конечно нормальные люди уже давно от него отписались но надо задуматься ушли бы они от него если все блогеры молчали об его продажности судя по тому что вот таких вот смотрят и его вы продолжали смотреть youtube уже почти превратился в телевизор подумайте сами зайдя на канал чуть ли не каждого известного блогеров видео будет реклама многие здесь чистые за денег уберите их с ютуба и останется только те кому действительно интересно делать контент что самое интересное можно уже сейчас попробовать посудить кто на ютубе ради денег как минимум потому как они преподносят рекламу и какое у них количество ее приведу в пример того же юджина у него если есть реклама то она в основном как-нибудь интересно преподнесено что люди даже радуются ей не на каждом канале найдешь такой отклик аудитории на рекламу лично я если вдруг как-нибудь разрастусь со своими тысячами просмотров благодаря твоим репостом видео и смогу что-либо рекламировать то буду делать это только тогда когда действительно буду нуждаться в деньгах и скорее всего даже буду говорить на что именно буду копить рекламодатели эти люди корпорации заказывают рекламу блогеров у которых аудитория не будет покупать их гаджеты или скачивать их приложения поскольку на рекламу уже давно у людей выработался иммунитет хотя если они продолжают ее закупать значит все-таки она работает я так понимаю что рекламодатели ведутся на статистику возраста зрителей каналов и не понимают что эта статистика ложь у рекламодателей похоже даже стандарты низкие что они такое пропускают это ты еще не слышал что полезная функция экрана составляет 90 процентов полезная нахрен функция экрана вы видите тут смысл нет и я не вижу а он есть наверное так он думал когда отсылал эту интеграцию на одобрение или стоп неужели он не отсылал ее на одобрение ах да всем плевать посмотрев на соотношение лайков и дизлайков и что немаловажно просмотров рекламодатели думают что это выгодный вариант и даже не чекают то за что заплатили а потом удивляются и разочаровываются в блогерах что и реклама у них не работает что делать пойдем обратно на телевизор проще говоря надо более тщательно выбирать людей у кого заказывать интеграцию не только смотря на просмотры и лайки но смотря еще на сам контент и зрителей которые смотрят этот контент если вам понравились мои мысли то просто зайдите посмотрите мои другие видосы большего я и не прошу